Вот. Вот это совершенно особенная специфика. А теперь я начну анализировать эту позицию. Хорошо? Я не буду перечислять пока другие приоритеты, а сразу, для того, чтобы вы поняли, насколько важно то, что я сейчас произнес, я это проанализирую. В стандарте Шнауцера написано, что он скорее коренастый, чем высоковыкий. Правда. Это не совсем точный перевод. Не существует адекватных терминов по-русски, исходному немецкому оригиналу, и английская версия тоже приблизительна. Но. Коренастый, Шнауцер, относительная, скорее коренастый, чем высоковыкновенности, не является дождественной приземственностью, то есть скоротко, но гостей. У Шнауцера, внимание. Я сейчас произношу очень важные вещи. Отвлеките себя, пожалуйста. У Шнауцера, как и у большинства оборот, локоть делит высоту вголки пополам. Почему это так? Если у вас возникнет желание, чтобы я отдал этому объяснение, я потом скажу. Но факт состоит в том, что локоть делит высоту вголки пополам. А вот грудина находится ниже локтевого отростка. Она проходит на уровне локтевого сустава. То есть у Шнауцера по сравнению с другими породами квадратного формата или почти квадратного формата, если быть справедливым, и помните, что написано в статусе. У Шнауцера грудь расположена довольно низко. То есть расстояние от грудины до земли несколько меньше, чем половина высоты вголки. И мы, чувствуя это интуитивно, эту глубину добавляем юбкой, больше или меньше. Понятно? Нет? Нет? Вот. Вот это первая струк. Это то, с чего начинается жнация. Как его добиться? Вот это следующий вопрос, который я отложу. Немножко, но потом, после того, как я перечислю, другие, что обзорены приоритетом. Пока все понятно? Хорошо. Конечно. Верю, Сергей, у вас есть слово Шнауцера. Какой парень вы получаете? Вы помните, в самом начале, что я сказал, имея в виду об обезьянном Шнауцере, да? Потому что любое отказание в сторону каплика внестили, в сторону гигантизма, базируется на Шнауцере стандартном. В идеале, что мини-целерка Шнауцера, что макси-риза Шнауцера, является в идеале уменьшенной или увеличенной копией среди его, то есть стандартного Шнауцера. Я ответил вашу вопрос. То есть вы имеете в виду все три? Конечно. Я имею в виду, а в общем-то нужна Муцера. Вопросы, может, не ответить, честно? Да, я же. Теперь скажите мне, пожалуйста, что еще такого есть в Муцере, чему нет у Боженства других народов или почти у всех народов? Чем он отличается от всех других народов? Ну что, вы не говорите? Да. Держу. В большинстве народов длина головы составляет 40% от высоты уголки. Помните? 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 Да, да. Значит, напоминаю. Это так. А у Шнауцера, она больше. Скажем, у стандартного Шнауцера, у лучших собак, она составляет 50% от высоты уголки. Это очень много. У Риза Шнауцера, эта цифра несколько меньше, и это понятно, чем крупнее собак, тем относительно ее размер меньше голода. И Вайсверст, в противоположную сторону, у сверх Шнауцера эта тенденция увеличена. Понятно? Значит, вот это вот характеристика номер два, которая делает Шнауцера отличительным. Вот сустав, вот, вот моктевой отросток, вот грудь, вот я убрал, все лишнее. Значит, номер 49, 24,5 головы я измерял. Конечно, зрители, когда вы видите перед собой Черномора, впечатление это меняется. Но любителей всяких фетишей много. Поэтому хочу вам сказать, что Шнауцер – спортивная собака. Поэтому излишков украшающей шерсти не надо. И в обратную сторону. Ничего, ничего, потом опять. И в обратную сторону. Места маловато. И подключение столько. Угу. Стараюсь. Ну... А, есть сколько лет? Продолжение следует... 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 Шнаутер Савакову мерит на широкотелое. Нет ни плоской груди, ни бочковатой груди. В поперечном сечении грудная клетка представляет собой овал, яйцеподобный. С широким верхним краем, с довольно заостренным, более узким нижним краем. Что такое яйцеподобная форма? Напоминаю, мне без золотого сечения не обойтись никак. У яйца отношение поперечного и продольного диаметра составляет золотое сечение. Грубо 3 к 5. Вот если это так, все хорошо. Вот эта характеристика широкотелостей умеренно выражена. Далее мы переходим к углам. Углы конечностей хорошо выражены. Угол плеча довольно близок к 90 градусу. Углы задней конечностей тоже хорошо выражены. И очень важен угол тазобедренного сустава. Если возникнут вопросы, у меня есть другая флешка, где есть иллюстрации отдельных элементов теории. Мы сможем это посмотреть. Если я сумею воспользоваться пальцами и на пальцах это изложить, можно взять и грибанальница. Вы помните, неизборговая, господа, теория плохая, которую нельзя изложить на пальцах. Попробую воспользоваться на пальцах. Понятно, что угол плеча, равный 90 градусов, обеспечивает работу этого сустава в оптимальном режиме. Это общеизвестно или мне надо это пояснять? Надо пояснять? Не надо? Замечательно. Ну, требовать точного выполнения этой нормы не стоит. Близко к 90 градусу. Потому что в этом случае он работает в максимально экономичном режиме. Ну, все-таки одно маленькое пояснение я сделаю. Вот я могу еще такое взять? Она ничему не повредит? Надеюсь. Если я совершаю, вынужден совершать работу по перемещению некоего тела, то я совершаю минимальную работу, когда сила перпендикулярна поверхности этого тела. Тело движется точно в заданном направлении, и сила моя, а стало быть работа, потому что что такое работа? Это сила на расстоянии, да? Совершается минимальная. Как только я меняю этот угол, искажается направление, искажает сама траектория, и мне приходится прикладывать гораздо большие усилия для того, чтобы это тело в заданном направлении переместилось. Значит, очевидно, что перпендикулярный вектор, вектор перпендикулярной поверхности служит наилучшим образом для работы суставов. Причем, не важно какого. Я сейчас... Ну, на этой картинке кое-что можно увидеть, если под шерстью вы видите анатомию. Надеюсь, что видите, да? У щенка 90 градусов. Задние конечности устроены несколько слошек. Если мы смотрим в профиль, вот голова собаки здесь, зад идёт здесь. Если мы смотрим на собаку в профиль, и вот это подвздошный бугор, а это тазобедренный сустав, а это седалищный бугор, то мы с вами видим три точки. Подвздошный бугор, позабедренный сустав, седалищный бугор. И эти три точки не лежат на одной прямой. Этот угол ближе к развернутому для коротких собак. И дальше от развернутого для длинноформата. Что важно иметь в виду? Подвздошный седалищный сустав. Значит, бедро отставленной ноги должно быть перпендикулярно седалищным. Потому что в этом случае здесь крепятся разгибатели, они должны работать в оптимальной брюшине. Да? Экстенсорс. А в этом случае крепится сгибатель. И когда это так, сустав работает в оптимальной брюшине. Вы видите, 90 градусов в одном случае и 90 градусов в другом случае. Вот. Подвижка я сделал такой. Для того, чтобы достигнуть условия перпендикулярной, бедро должно быть для этого достаточной длины. Потому что если оно коротко, оно не может занять это положение, оно становится, как говорили охотники, вопрямо. Понятно, да? И тогда угол позабедренного сочленения уходит от прибор. Что происходит в результате? В этом случае двигательный импульс, который задается задней ногой по системе рычагов, передается не холке без подъема крестца, а сначала подъему крестца. Высокозадность возникает у собаки. И у собаки возникает телевая качка в процессе движения. Когда большая часть энергии тратится на подъем крестца, вместо того, чтобы по системе рычагов без подъема крестца быть переданным вдоль линии верха холком. Я понятно сказал? Извините за горячность. Ну вот так и по-другому не могу. Запомните про длину бедра, да? Хорошо. Я, конечно, еще попозже говорю. Итак, Шнаузер изображает полноценное движение рысью, размашистую рысью, extended trotts, в том случае, если у него хорошо выраженные углы, конечность. Угол плеча и, во-первых, угол тазобедренного сочинения. Я говорю угол плеча, мы говорим Ленин, который сбывает партия, да? Понимая под этим комплекс лопатки и плечевой кости. Это наше старое зоотехническое понятие, да? Я имею в виду, на самом деле, угол плеча допаточного сочинения. Да? Вот если два этих угла отличают критерию близко к 90 градусам, все в порядке. А что в порядке? А вот тогда возникает то самое свойство, следующее, которым отличается Шнаузер. Слышь, какое? Высокопередность. Остановлюсь на этом понятии. На самом деле, этот термин не очень хороший. Потому что, по крупному счету, тот же самый Эрдель-Терьер тоже высокопередный. В том смысле, что его холка выше его крестца. Правда? Просто там холка уступом, а дальше прямая горизонтальная линия верха. А здесь вся линия покатая. Как пишет стандарт, благородный наклон от холки корня хвоста. Вот даже у щенка мы это с вами видим. Да? Я хочу остановиться на этом месте особо. Я только что сказал, что двигательный толчок во время движения передается вдоль линии верха по касательной к линии верха. Помните, сказал, да? Но если собака вот так подчеркнута высокопереда, то в процессе передачи этого двигательного толчка ей надо поднять центр тяжести. То есть, она совершает дополнительную работу по подъему центра тяжести. Первый случай высокозадости нехорош, потому что она поднимает крестец и тратит энергию на это действие, вместо того, чтобы эту энергию передать холке, да? А во втором случае собака работает на подъем центра тяжести, что утомляет собаку тоже. Поэтому в стандарте написано благородный наклон. Он нечрезмерный. Здесь щенок, он сел несколько на задние ноги, да? Почему же мы все-таки видим в движении не ровную горизонтальную линию вверх, а которая, казалось бы, должна быть целью? Что экспертные работы, что результаты селекции, а все-таки легкий наклон от холки к корню хвоста. Слайтли слабень, как они пишут, да? Но дело в том, что остистые отростки это сначала длинные, а потом уменьшаются. И холка выраженная, которая добавляет нам высокопередность. В смысле разницы между высотой в холке и высотой в крестцентре, да? Значит, развитая холка и вот эта легкая высокопередность это дополнительная мера, превентивная мера по отношению к высокозадности. Препятствует высокозадности вот эта особенность сложения. И мы ценим ее у шнауцера. И если шнауцер что в стойке особенно, что в движении в меньшей стиле, не обладает этой высокопередностью, мы говорим, что это шнауцеру не характерно. И правильно говорим. А еще две вещи. Длинное бедро позволяет собаке чуточку осесть на колене. Правда? Этим понизить крестец. Высокая холка добавляет высоты собаки и задает больший наклон с собой линии верха от начала холки к корню хвоста. Вот два этих элемента препятствуют высокозаписи. Шок. Итак, компактность, высокопередность. Теперь от общей картинки можно перейти к детали. Можно перейти к голове. После того, как мы рассмотрели конструкцию в целом. Голова крупная, массивная, умеренно широкая в чернике, с плоским черепом и отчетливым переходом к морде. Кое-какие вещи в стандарте не описаны, но я книжку написал по этому поводу, стандартные комментарии, где подробно это рассмотрел. Если кому-то будет интересно, на второй флешке у меня есть в электронном виде этот текст, мы сможем его посмотреть. Морда умеренной длины, широкая под глазами, и что еще важно, когда мы говорим о ширине черепа, скулы развиты, но не настолько, чтобы нарушать прямоугольную форму головы, которую мы рассматриваем вместе с усами и бородой. Небольшие глаза овальной формы, прямо поставленные, широко расставленные, потому что здесь широко, уши высоко посаженные, я не буду говорить сейчас о каких-то декоративных элементах, останется время, мы коснемся их, если возникнут вопросы, пока разрешите их обойти внимательно. Что важно в голове? Первое, ее размер, как мы смотрим. Второе, ее относительная массивность, и здесь очень важно понимать меру этой массивности, чтобы она не была грубой, и чтобы она не была недостаточно массивной. Вспоминаю старое правило, ширина в скулах равна хват и таристи. Более костистая собака имеет череп шире в скулах, менее костистая собака узких, вспоминать стерильер. Вот вам пример, который позволяет точно понять, что имеется в виду. Плоский череп, выраженный переход, подчеркнутый кустистыми бровями, и широкая в основании морда. На последнем я остановлюсь особо. Шнауцер дословно означает мордаш. Не усач и бородач, а мордаш, потому что по-немецки шнауцер морда, а шнауцер обладатель морды, то есть мордаш. Вот здесь должно быть много. Насколько плоско или кругловато, это во-вторых. Поэтому ни в недостатках, ни в пороках, в стандарте вы не найдете ничего по поводу того, как поступать с собакой, если у нее недостаточно плоский череп. Этого не написано. И не написано совершенно правильно. главное здесь. Как понять, этого достаточно или в 10-е снова вступает в принципе золотого сечения. 3 в 5-и. Есть еще один дополнительный индекс, который в свое время, мы, работая с маточным, не только маточным, с поголовьем шнаусом ванголсе. Это были золотые времена для породы, когда поголовье исчислялось сотнями, когда в течение года в моих руках было сосредоточено около трех, иногда четырех сотен племенных сух, и тогда была фантастическая статистика, и была программа разведения, которая была построена на совершенно определенных принципах, ведших к результатам, коих нам удалось добиться. Мы ввели еще один индекс, индекс морданности. Обхват черри по равен длине головы. Вот. Значит, по поводу зубов. По поводу зубов. Долженцеобразный передвис, полная зубная форма, и на самом деле хорошая пигментация десен, потому что это скоррелировано с долговечностью прикуса. В рыклых розовых деснах зубы в альвеолах сидят не так прочные, а неподвижны, и с возрастом прикус может портиться. Поэтому в стандарте, к сожалению, прямой прикус отнесен к недостаткам. Он находится в разделе фолкс, а не heavy фолкс. И с нашей точки зрения, тех, кто работает с породой давно, это нехорошо. Потому что для шнауцеров типичны два небольших зацепа. Они меньше, чем все остальные зубы. У них стачиваются, когда у них стачиваются трелистники, антагонисты перестают их как следует накрывать, и тогда их ведет вперед. Очень легко выйти на перекус. Поэтому мы все равно стремимся к собакам, у которых широкая линейка, ровная линейка и глубокий ножицеобразный плитер. Да, с возрастом он может терять в этой глубине, но он все равно остается, как мы говорим, полным. На этом месте сделаю отступление. Когда вы будете читать английскую версию стандарта, вы увидите, что там написано complete scissor bite. Complete не означает полнозубость. Полнозубость характеризуется другой формулировкой complete dentition. А complete scissor bite означает, что все ресты верхней челюсти накрывают все ресты нижней челюсти, образуя правильное смыкание. Не только этим характеризуется ножницеобразный прикус, но и правильным замком. Что такое правильный замок, все понимают. Мы временами наблюдаем, что у щенков клыки направлены недостаточно в сторону, недостаточно разведены и могут упираться в десну, а иногда даже в нем. В этом случае, в качестве превентивной меры, могу вам посоветовать молочные клыки с усом. Тогда, как правило, постоянные клыки встают на место. Но если они не встали, и у взрослой собаки клык упирается в десну, а еще хуже в небо, это порога. Даже если все резцы правильными смеками. Значит, оценка хорошо. А уж если прикус неправильный, оценка так или так, удовлетворительная. Что значит неправильный? Отклоненный от ножницы образный. Значит, прямой прикус оценка удовлетворительная? Прямой прикус я дам оценку хорошо. Потому что это мое право толковать в соответствии с приангулой, которая предшествует серьезность степени выраженности. От меня зависит, как это если я считаю, что это серьезное, я полежать я дам оценку хорошо? Собаки прибыли. Еще вопрос подушечки. В стандартах содержится требование о наличии снауцера кружных вежливков. Вы говорите о том, что в отечественном поголовье нет, не в отечественном. Нет, не в отечественном. Относительно нет. Не так. Во-первых, не в отечественном это характерно для шнауцера вообще независимо от того, где их разводят. Это свойство пород. Вот это я говорю об относительном размере. Они меньше, чем остальные зубы. из этого не следует, что они маленькие. И ответим на шоколад. Не совсем. Что не так? Должна быть селекция, отбор. А теперь в нашем поголовье эта селекция имеет место быть. но размеры зубов в миллиметрах и сантиметрах никто не устанавливает. Поэтому хороший хороший вопрос. Значит, в новом циркуляре, который не так давно не знал жителей, наоборот и талант. Это написано, что отсутствие первых премоляров и третьих маляров не является генетически наследуемым признаком, поэтому не должно приниматься во внимание при оценке экстерьера собаки и вынесении вердик. А это означает, что в тех породах, где неполнозубость не характерна, мы ее вводим. И поскольку для нас выставки являются все же, во-первых, зоотехническими мероприятиями, мы все равно будем крепать полнозубость. Вот и все. А дальше это уже от судьи зависит, как мотивировать оценку. Это другая тема, которая не имеет отношения к нашему сегодняшнему уровню. Ну почему? Судья должен платить? Потому что не все здесь судьи. Это тема для узкого труда. Мотивируй-то как надо. Значит, для Селикса я говорю, 42 зуба. А если 43? Пожалуйста. Ивинич, если резцов больше, бывает же так? То что? Лишний первый трималяр ничего. 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 А лишние резцы? Да. Лишние резцы не характерны для шнауцеров. Они встречаются у американских кокеров и у Масетхалка. В шнауцерах за всю историю, почти 40-летней работы с породой, мне не приходилось с этим столкнуться. Если обнаружу, отнесусь к этому спокойнее. Семерисов? Ладно. А избыточных не было? Мы только что говорили. Я спокойно отнесусь к лишнему первому трималяру. Лишних помимо первых не бывает? Да, не было. Нет? Вам очень повезло. Семерисовка наушных таком было награбо, Хорошо. Я могу так? Да. Хорошо. Итак, мы с вами коснулись особенностей головы, да? Ее формы Ольга Аркадьевна. Рассажив. А это не имеет значения, потому что сейчас это понятно. Пожалуйста. С головой все понятно. Проблемы с ушами. Новый стандарт. В качестве нормы указывает только на натуральные природные уши, равно как и на натуральные кости. Отдельная тема, до нее дойдем. в старом стандарте, когда ухо подлежало купированию, ухо должно было быть маленьким и высоко посаженным. Тогда ухо легко вставало. И эта процедура была совершенно разумной, потому что в этом случае ухо выполняло обе функции. И вентиляцию, и локацию. Ну нет природе весловых их животных. Нет их. Это следствие одомашнивания, доместикации. Поэтому немцы, прежние немцы, предшественники наших современников, были разумными людьми, заметьте, я ничего не хочу сказать, равно, здорово, и равно как уши, так и хвост, они купировали. Почему? В первом случае они решали проблему, которую я озвучил. Во втором случае исходно шнауцеры и их предшественники были норными собаками. Надо было как за ручку вытащить из норы. Это первое. И второе. Хвосты не травмировались, когда их укорачили. Вот это второе. А теперь уши ведут себя кое-как. Иногда правильно в соответствии со стандартом, иногда неправильно, всяко разно. Я не хочу сейчас останавливаться на стороне искусственных вмешательств. Она имеет место, и мы никогда с вами не можем утверждать эти уши и их поставки являются природными или, благо, приобретённые. Поэтому мы эту тему оставим в стороне. Вот какие они должны быть в стандарте, какие есть. Но! И вот здесь возникает одна важная вещь. Когда с новым стандартом ВАУДХ, то есть немецкий Кеннолклуб, обратился в ФЦИ и представил эту модель, где единственным вариантом были некупированные уши и некупированные хвосты, ФЦИ сказали. Мы не можем так поступить. Вы вправе устанавливать нормы, но имейте в виду, большая часть поголовий находится в настоящее время не в Германии и даже не в Европе в общей сложности, потому что и Америка, Северная и Латинская Америка, и в меньшей степени Австралия, Новая Зеландия и ЮАР, Африка вообще, но даже в Европе Германия производит минимальное количество. Поэтому мы не будем указывать в разделе недостатков, порогов и дисквалификаций, как относиться к купированным ушам и хвостам. И поскольку эти отклонения не будут указаны в разделе дефектов, у судьи нет права за это прокатать. Вот это вопрос профессионализма. Любой судья, который сталкивается с таким двояким прочтением, должен обязательно посмотреть, а что там указано в этом подвале и сообразно этому поступить. Понятно? Хорошо? Шея. Встану в принципе. шея умеренная длины, сухая, с выраженным загривком, который придает благородство рисунку собрать. Так написано встану Артемович. И это очень важная деталь. Потому что выраженный загривок это не только красиво и не столько красиво, сколько является свидетельством температур. Ее осанка, ее уверенность, самоуверенность проявляется в том, что мускулатура здесь развивается, особенно создавая этот рисунок. Шея в сборе, как говорят коридорицы. Вот начало линии вверх. Вот я уткнул палец в сустав. Вот я прошел по последнему линию. Вот так. Серьезно? Видно, что середина? Да или нет? Видно. Я палец переместил сюда, а здесь вышел на подвздошный угол. Квосперм. Видно, что середина остатка? 2-1-1. Теперь смотрите. Вот плечо-лопаточный сустав. Точнее отодвигаю заднюю ногу до вертикальных люсов. Вот 2-1-1-1-1-2-1. черопаточные. Вот тазаметрные. До вертикальных люсов-1-1-2-2-1-1-2-1-2-2-1-1-1-1-2-2-1-3-1-1-2-1-2-2-1-1-4-1-1-1-3-1-1-2-1-1-2-2-1-1-1-2-1-2-1. Теперь локтевой и колебник. Горизонт так? Пока решаем. Лидность? Почти. Минуточку, а мы сейчас проверим насколько стойка должна быть справедливо. Сустав должен быть и здесь сустав должен быть. Локоть под пол. Кровенный сустав. Под корня шебаста. Выше голову, выше голову. Вот мне на лидер. Сумма головы, длин головы и шеи равна длине линии вершины. Хорошо сложить на собаке. В книжке моей этому найдено объяснение. Убедитесь? Смотрим на линию вершины. Вертикально, да? Смотрим. Иду по последнему рембагу. Смотрите, пожалуйста. Голова пояса собой. Середина? Иду по подвздошному рембагу. Середина? Два длины. Не я создал длину. Я к ней никакого отношения не имею. Смотрим. Плечи лопаточные и козоверные. Смотрим. Это дерьянов, да? Смотрим. Смотрите, пожалуйста. Видно? Полоску. Видно что-то? Вот я в него вошел. Я в него вошел отсюда. А в локсевой вошел отсюда. Вот. Это очень легко. Делаем. Вот, Тань, сидите. Поддерживайте. Вот сустав. И вот сустав. Ну? Видно? Замечаем. Локоть под холкой. Чуть голову вперед. Локоть под холкой. Да. Локоть под холкой. И ковяды из холста под корни квеста. Успею вычить? Нет? Давайте проверим вот этот феномен. Выживем. Выживот. Выживот. Скупожилов немножко. Не страшно. Я дотяну. Садь. И... Нет. Не стану. Вот смотрите. То, о чем я говорил. С увеличением роста собаки голова пропорционально уменьшается. С другой стороны. Минучше. Волу не держи. Вот. Снизу до черепа. Пояси собаки. Ну, подожди. Ай, молодец. Ну. Я же... Так. Двадцать девять. Да? Шестьдесят три. Больше сорока процентов? Да. Все равно больше. Меньше, чем в случае Шнаусера, но по понятным причинам, которые были озвучены в самом начале. Понятно? Хорошо. Итак. Локоть под колкой. Водители все отставлены до вертикальной части. Молодец. Пальчик поднимут. Пальчик поднимут. Смотрим. Вот последний. Голова по... А, кстати, вот это теперь. Голова по оси собаки. Середина. А? Видно? Да. Пальц перевестил. Вот подвздошный буквы. Середина. И опять же, это собака, которая к ним не имеет никакого отношения. Но это выдающаяся собака. И на ней, вы видите, проявление этого принципа. Смотрим дальше. Вот вечер лопаточек. Подожди, лапочку не поставь? Молодец. Эти я сделаю? Вот, пожалуйста. Нет, здесь нет. Только спирт. Нет, только спирт. Так, извольте, увидите. Чуть наклон. Где наклон? Сидеть надо вот так. Нет, в вашем доме чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, так же. Потому что ушла с локтя. Вот локоть. Куда поставили? Нет, вот локоть. Куда? Да, и вот колено. Все хорошо. Все хорошо, да? Да. Теперь. Плечи на папочке и тазобеды. Есть? Вертикальная плесла. Вот тазобеды. Видишь? Да, да, да. Локоть под холком. Колено под корни хвоста. Теперь. Вы берите дыру вверх. Высоком головы, высоко. Высоком головы, высоко. Вперёд. Чуть-чуть. В стандарте написано, что шнава... Это жопу петли без риска. Это редкая собака почти квадратного формата. Правильно. А что такое квадратный формат? Давайте я что-нибудь. Это формат, индекс которого 100-104. Правильно. 3F. В старых учебниках и в старых стандартах. Формат измерялся соотношением длины. Длина корпуса, косая длина туловища, как мы ее называли, да? К высоте. И косую длину туловища. В большинстве случаев измеряли от переднего выступа плечо-опаночного сустава до окончания седалищного мука. И вот это было ошибкой. И уже Мазовер много лет тому назад это знал и очень деликатно исправил. Если вы посмотрите на его книжки, то у него для измерения косой туловищи употребляется ростомер с двумя поперечинами, между которыми заключается вся собака. Чего касается спереди? Это поперечинами переднего выступа грудины, а не плечо-опаночного сустава. И это правильно. Потому что в противном случае теряется кусок корпуса, соответствующий переднему выступу груди. Значит, на самом деле формат определяется вот этой длиной, от, так называемых, стерна, циваток, к высоте пола. Поэтому отклонение 100-104 совершенно естественно. 100 – это куцая собака в нашем восприятии. А поскольку мы шнауцер хотим видеть собакой с размашистыми движениями, то строгое следование 100% не приводит к успеху. Он все-таки несколько растянут, но совсем немного. Вторая позиция. Стандарт, там где общее впечатление, пишет, что длина головы соответствует, как я дословно сейчас говорю, половине длины линии вверх. У цверга что было? 17,5 – 27? 26. 26 пополам 13. А там 17,5. И это при том, что в нашем восприятии эта голова не очень крупная. Правда? Не очень. Вот здесь крупнее голова. Ну, во-первых, кобель, вот этот пропорциональный. У шнауцера голова 24,5. А длина линии вверху у него 39. Как? Даже если я скажу 40, то голова длиной в 20 сантиметров будет фиговка, а не голова. Это норк. Конечно, я постарался в своих комментариях обойти дипломатично это место. Я написал, что соответствует не означает травма. Но вы должны понимать. И когда тому же самому Райзингеру, на какой-то выстрел, где мы вместе судили Аскалкарда, ты знаешь, вот про эту норкну какую-то норкнушку? Половину длинного туловища – да. Как-то или нет? Это вторая погрешность. Погрешность номер три. Спина по стандарту должна быть короткой. И вот здесь самая большая ошибка. Самое большое недоразумение. Что такое короткая? Относительно линии вверха она длинная. Относительно высоты в холке, она, конечно, короткая, потому что высота в холке гораздо больше. Но если мы рассматриваем части линии вверха, то это самая длинная часть линии вверха. Она вдвое больше, чем поясница и чем крестец. Верно? Здесь ошибка. На чём она основана? Во-первых, она основана на немецком делении собаки на три части. Первая часть – от мочки носа до холки. Вторая часть – от холки до маклаков, до повздошки в бугрок. И третья часть – всё, что осталось там, сзади. И тогда в среднюю часть попадают два анатомических отдела. Попадает спина и поясница. Вот полцепа. И они в качестве спины. Бог знает, что рассматривает. То ли вот эту сумму длин спины и поясницы, то ли вообще всю линию вверх. Что тоже может быть и право для них. Потому что немцы, когда описывают собаку, они не диктуют, в отличие от нас, а у них есть прописанные отклонения. И вот одно из отклонений, если кто-то знает немецкий, если кто-то знает, то проходите. У нас очень важное место, и я не хочу на нем откликаться. Так вот, у них существует термин «корц-выкищ» – короткоспинная. Когда под спиной они имеют в виду всю линию вверх. Понятно, да? Ну хорошо, их предшественники были не очень сильны в анатолии. Более того, они не очень трудились, потому что эти понятия они заимствовали из ипологии. Где эти пропорции, вероятно, не очень важны. Просто заимствовали и перенесли. И автоматически, без всякого переосмысливания, ими пользовались. Вот это очередная самая грубая ошибка становления. Она тем более грубая, что она противоречит другой норме, заложенной в становку. Где написано, про поясницу ни слова, но косвенно да. Расстояние от последнего ребра до, и вот здесь трактуется. From last rib to hips. Что такое hips? То ли тазобедренный сустав, то ли кости таза. Расплывчиво. В любом случае, расстояние от последнего ребра до того, что встречается, во-первых, из относящегося глада, должно быть максимально коротким. А чем мы можем измерять расстояние между грудной и тазовой частью? Только ледую поясницу. Ребро может быть очень косо поставленным, да? И тогда это расстояние может быть маленьким. Но наверху поясница-то может быть длинной. Это надо объяснять, Илья, на пальцах. Достаточно ясно это объясняет. При длинной пояснице может быть короткое расстояние между последним ребром и костями таза, или бедром. В силу того, что ложные ребра очень наклонены назад. Поэтому исходно поясница должна быть короткая, а короткая поясница, заметьте, и короткая спина – обе нормы стандарта. А что короче, а что длиннее – глупость. Поняли, да? Там содержатся прямые ошибки и заблуждения. Дважды на конференциях ИСК я выступал в докладном на эту тему. Дважды они меня слушали, и один раз их идеолог, очень милый человек, старый судья, заводчик пинчеров немецких, хан Шнайдер сказал мне, ну конечно, я всегда говорил, что средняя часть должна быть короткой. Но после этого у меня отпал желание, что средняя часть должна быть короткой. Оля, вы отсутствие ли клеток? Средняя часть у них состоит из спины и поясницы. Из спины и поясницы. Миттехан. Миттехан.